Ну что, друзья, приехал я в Каргаро, и из того, что я вижу, мне понравился вот этот вот сюжет с выдающимся таким мысом и задним планом немного в такой дымке. Я думаю, что начну описать именно с него и посмотрю еще по поводу того, чтобы взять что-то из более близкого, либо, может, каких-то людей, которые здесь занимаются какими-то своими развлечениями, вот, катаются, рыбачат и подобными вещами занимаются. Так что пойдемте искать, собственно, хороший ракурс удачный и уже вставать. Я думаю, дальше я уже покажу, как потихоньку буду начинать писать. Так, ну что, господа, я встал тут, это все разложил и потихоньку начинаю размечаться. Ну и, само собой, пленэр не мог пройти без каких-то приключений, да, и приключение заключается в том, что я забыл разбавитель. Я просто оставил его стоять на столе, поэтому я много слышал, что живопись можно писать без разбавителя, но ни разу не пробовал, и, по всей видимости, сегодня наставил именно тот день, когда мне придется это попробовать. Ну что, на самом деле, писать, конечно, очень непривычно и сложно без разбавителя. Я все время тянусь рукой к вот этим вот пустым баночкам, которые у меня тут стоят по привычке. Но, как бы, ситуация, она немного облегчается тем фактом, что я взял довольно много кисточек и, как минимум, одну работу мне написать хватит, потому что самая большая проблема на данный момент, это даже не то, как краска кладется, да, потому что краску, ну, намазать можно, в принципе, тем более, что иногда и работают без разбавителей, да, но основная проблема в том, чтобы кисточки почистить. То есть, если я сейчас не очень грамотно распоряжусь, да, теми кисточками, которые у меня есть, мне может просто не хватить, и потом будет страшная грязь на работе. Вот, но в теории мне кажется, что мне всего хватит, и я смогу написать одну работу, ну, в худшем случае придется немного дома дописывать. Ну, посмотрим, как пойдет. Вот, сейчас я закладываю основные соотношения. Для меня важно, чтобы вот это вот было самой темной частью по тону. Еще важно показать вот этот легкий лес на горизонте. И еще я очень сильно обращаю внимание на вот эту вот полоску здесь, она, ну, я еще ее не выкрасил, но она будет попозже. Здесь одно из самых практически контрастных мест на работе. То есть, там идет светлая-светлая полоска снега, которая отсвечивает, и здесь же идет довольно темный вот этот вот дальний лес. Он, конечно, светлее, чем этот, но контраста здесь больше. Потому что на переднем плане оно все в таком полутени находится, и здесь сильных контрастов не будет, кроме вот этой вот, конечно, елки, на которой будет сделан акцент. Она будет самой темной, самое контрастное место в работе. Второе по контрасту мы будем делать именно вот эту вот линию около горизонта. И сейчас я вот укрыл небо уже полностью, да, и... Я вот такими пятнами, потому что краску довольно тяжело класть. И сейчас пытаюсь это все обобщить, потому что, ну, чтобы не смотрелось сильно дробно, хочется немного растушевать эти желтоватые-голубоватые оттенки, чтобы оно смотрелось целостно. И, возможно, потом куда-то еще вернуть вот этих более желтых оттенков. Потому что мне сейчас кажется, что в целом оно все-таки, возможно, даже немного более... Более общее выглядит в реальности. Ну, то есть, там нету таких жестких переходов, как у меня в работе получились. И я пытаюсь от них избавиться тоже, гоняя краску туда-сюда. И потихоньку у меня это получается. Хочется прийти именно к более светлому и более прозрачному оттенку в небе. Но я не уверен, кстати, что без разбавителя у меня уже это получится. Вот, ну, посмотрим. Так, господа, я вспомнил, что у меня есть мастихин. Это хорошая новость. Помимо этого, вообще, могу сказать, что как бы, когда ты закрыл одним слоем уже, ну, то есть, ты затер холст, в принципе, уже не так плохо все, потому что поверх другого масла краска ложится уже получше. И еще раз вспомнил, знаете, что меня спасло сегодня? Вот эти вот холсты, которые я привез, у меня два их на самом деле. Планировал две работы сделать, но, видимо, все-таки будет одна. Я их намазал льняным маслом, потому что у меня акрил не совсем просор до конца, а когда он не совсем просыхает, он имеет свойство склеиваться, а потом отдираться вместе с грунтовкой как бы. И, зная это, я дома промазал льняным маслом их, чтобы они не слиплись. И поэтому мне немного попроще было писать. Ну, то есть, если бы он был вообще сухой, то есть, просто я в магазине бы взял, да, и приехал. Конечно, это было бы очень печально. Вот, но сейчас вроде бы по ощущениям даже терпимо. Так, ну что, на самом деле, это сейчас происходит единственный момент, который я хотел более-менее подробно прописать в этой работе. Все остальное, оно, во-первых, не нуждается в каком-то большом количестве деталей, а во-вторых, учитывая обстоятельства, я не намерен, естественно, тут что-то придумывать фантастическое, и большую часть окружения я, естественно, спешу просто, вот, потому что смысл-то не в нем, а в общем и целом в том, как это обобщить, как это показать. И вот этот момент, кстати, мне нравится, он вполне удачно, я считаю, получился. В том смысле, что у меня получился тот контраст, который мне хотелось показать, то есть, самое-самое такое контрастное местечко, оно оказалось там, где нужно, и для меня это, в принципе, уже хорошо. Вот, и елка, кстати, это тоже, она вот сверху, так, более подробная, я написал, да, а книзу я сейчас, наверное, уже не буду так подробно ее выписывать, и просто здесь покажу какую-то массу, которая присутствует, вот, и этого будет достаточно, вот, где-то еще, возможно, тут ствол можно показать чуть-чуть. Вот она такая выгнутая, и торчит прям за пределы всего, что мы видим, и это меня заинтересовало и подкупило, вот, поэтому я решил именно это место выбрать, из-за этой торчащей с изгибом елю, можно сказать. И вот здесь, кстати, остались просветы такие, я планирую туда тоже добавить вот этого вот, такого светового, желтого цвета, чтобы тоже был довольно большой контраст. Ну что, просто, чтобы вы понимали, какая здесь царит атмосфера. У меня, кстати, из минусов я еще начал замечать, что у меня этот объектив, смазка замерзает в нем. Да и вообще, честно говоря, по-моему, камера замерзает. Ну ладно. Здесь, кстати, уже похолодало, мне кажется, здесь, наверное, минус 17 или минус 20 где-то. Так, ну что, основную массу-то я уже написал, и остается самое такое простенькое и, возможно, даже приятное, это добавить каких-то деталей немного. Там есть какие-то следы на снегу и еще что-то подобное. И, в принципе, можно заканчивать, потому что именно основу, которую я хотел показать, я уже сделал, я считаю. То есть, вот эти контрастные моменты я подчеркнул, я сделал задний план немного списанный. Кстати, сейчас несколько часов прошло, и он еще более светлый стал. Возможно, кстати, я еще влезу в вот этот вот задний план и сделаю его еще более светлым, более списанным. Потому что сейчас такое ощущение, что он чуть более контрастный, чем хотелось бы. Здравствуйте. Здравствуйте. Получается? Конечно. Обижаешь, да? Как велись это? Петр мой. Петр? Нет, Федор. Очень приятно. Пришел вам сообщить, что мы вас с окошка увидели. Здесь мастерская художника Виктора Викторовича Кобзева. Не знали? Нет, я не знал. Короче, вот тут на втором этаже художник Виктор Викторович. Вот. Как замерзнете, закончите, приходите на чашку чая в гости. Здорово, я с радостью. Да, на второй этаж поднимайтесь. Хорошо, спасибо. Вот. Так что это. Тут смотрите, чтобы вам понять, вот крыло вот это, да? То есть, где свет горит на втором этаже. Вот центральный вход заходите, укретесь в лестницу. И наверх поднимите, си налево все время. Спасибо за это. А то я уже это подмерзаю. Давай, так что собирайся, это чаем напоим. Спасибо. Своих не бросаем. Спасибо. Так, ну что, друзья, я буду заканчивать на данный момент. Попробую здесь немного попасть в кадр, чтобы вы понимали, как я выгляжу на пленэрах, да? Это то, что я сегодня успел сделать. На самом деле, я, в принципе-то, работаю доволен. Не скажу, что я сильно жалею о том, что забыл разбавитель, интересный опыт получил. Не скажу, что прям, как это невероятно сложно это все было делать. В принципе, все реально, если ты понимаешь, что ты делаешь и осознаешь, как, что, в какой последовательности делать. Ну, типа, это все вполне реально. Ничего такого в этом и нету. И еще из интересных новостей. Ко мне только что подошли ребята. Здесь вот комплекс у меня за спиной такой стоит, там всякие, ну, для катания вещи и прочее. В общем, ко мне подошел молодой человек и сказал, что на втором этаже там мастерская художника находится. Они уже два часа наблюдают за моим пленером и позвали меня попить чайку, когда я закончу. Это очень приятно. Вот, так что я буду, на самом деле, заканчивать, потому что я уже прилично замерз. И потихоньку пойду знакомиться, пить чай и отправлюсь домой. Ну что, я надеюсь, в этом ролике у меня получилось немного передать атмосферу зимних пленеров. Вот, я очень рад, что выбрался. Правда, тут немного холоднее, чем я ожидал, на самом деле. Ну, это, наверное, связано с тем, что здесь огромное открытое пространство. Хоть ветра и нет, но все равно как-то холоднее, чем в городе ощущается. Так что, на этом буду заканчивать. Всем хороших пленеров и удачи в творчестве.